Добрый временуток, друзья, с вами Арталаски, и здесь вы найдёте множество полезных способов подбора цвета. От самых простых автоматизированных для полных новичков, до ручных и продвинутых для тех, кто уже немного шарит. А ещё в конце видео вас ждёт приятный розыгрыш, так что смотрите до конца. Но сначала минутка рекламы. Онлайн-школа Artcraft запускает обалденный курс по анимации игровой графики в самой популярной для этого программе – Spine. Софт, который не нуждается в рекламе и уже давно ставший стандартным индустрии для 2D-анимации. А значит и востребованность специалистов на этот софт просто зашкаливает. Чтобы освоить не только Spine, но и 2D-анимацию с нуля, тебе понадобится всего 2 месяца и курс от Artcraft с детальными фидбэками от практикующего сильного специалиста. Тебе даже не нужно уметь рисовать, чтобы стать 2D-аниматором вместе со Spine. А некоторые студенты курса умудряются найти работу ещё до его окончания. Так что действуя, в описании есть ссылка, по которой ты можешь зарегистрироваться и получить пробный урок. А все студенты также получат годовую подписку на Pro-версию Spine. Итак, простейший способ подобрать цвет – это не подбирать его. А если точнее выбрать его из уже подобранных цветов в какой-нибудь палитре. Частенько художники создают себе собственные палитры, из чего частично формируют свой стиль. Но есть и целые сайты, на которых можно найти всевозможные наборы цветов. Один из них вы сейчас видите на экране. Из более продвинутых сайтов стоит упомянуть про Adobe Cooler. Здесь вы можете подбирать палитры, создавать палитры, редактировать палитры и скачивать чужие палитры. Порой даже очень крутые. Кстати, именно здесь я подбирал цвета для своего старого урока по созданию простой графики для своих игр с нуля. В качестве неплохой альтернативы загляните на colorshem.com. Возможно, он понравится вам больше. Следующий способ, хоть и все еще автоматизирован, но требует вашего участия. Очень рекомендую вам подружиться с цветовым кругом. С его помощью вы сможете быстро подобрать цвета для вашего персонажа, окружения или объекта. Здесь главное следовать простым правилам. Первое из них гласит. На объекте не должно быть более трех цветов одновременно. Оттенков можете добавлять сколько угодно. А в цветах желательно ограничиться. Второе правило. Все цвета на объекте имеют разные пропорции. Основной цвет занимающийся 70%. Дополнительный цвет 20%. И акцентирующий цвет 10%. Эти пропорции можно немного варьировать, но все же следует соблюдать принцип. Много, немного и совсем чуть-чуть. Наконец, перейдем к самой тонкой грани подбора цвета. Мы будем выбирать их из этого океана цветов. Но если у вас здесь ползунки, то ничего страшного. Суть все равно одна. Кстати, вы можете выбрать для себя наиболее удобную модель цвета вот тут. Мне лично нравится куб цветового тона, но в сае я использую цветовой круг. Итак, у нас есть вот такой круг. Допустим, синего цвета. Как раскрасить его красиво и объемно? Все очень просто. Нам нужно еще два цвета. Один для тени, второй для освещенной области. Здесь стоит учитывать важное правило. Освещенные участки имеют более теплые оттенки. А те, что находятся в тени, более холодные. Но это действует и в обратную сторону. Если у вас холодный свет, то будут теплые тени. Также на цвету цвет становится более насыщенным. А в тени насыщенность теряется. Зная это, я решаю делать цвет теплым, а тени холодным. Поэтому выбирать цвет для темного части я буду следующим образом. Во-первых, убавляю яркость цвета. А во-вторых, насыщенность. И, наконец, в-третьих, увожу пузунок цветового тона к более холодному цвету. Для светлого цвета все наоборот. Добавляем яркости, повышаем насыщенность и увозим пузунок к более теплым цветам. Напомню, что можно сделать и наоборот. Это не будет ошибкой. А теперь посмотри, какая разница с соседним кругом, который закрашен монохромными цветами. То есть, у цвета тени и блика менялся только параметр яркости. Буквально вчера я проводил опрос в своей группе ВКонтакте на тему того, что разыгрывать на канале. Как видите, в топ-3 попали курсы, асеты и железо. А значит, разыгрывать будем все, в зависимости от темы видео. Для начала я разыграю любой курс сайта Udemy стоимостью до 1000 рублей. А если участников будет больше трех сотен, то я также разыграю один из своих курсов. А победителей будет уже двое. Ну а если вдруг наберется более 500 участников, то добавится третий победитель. Чтобы принять участие, нужно всего лишь оставить комментарий под этим видео. И поставить лайк, если оно вам понравилось. А с вами, как всегда, был Арталаски. Пока!